Девушки отдыхают «Лет сорока, эй, грузин, ваша мать, нас поругал, по-русски говорил, акцентов никаких не было». Он направился к моему 17-летнему сыну Нокрой. Сперва ударил прямо в лицо моего мальчика. Мой мальчик сказал, дядя, я оружие не держал, он вот так поднял руки. Я посмотрел, и выстрел один был. Пуля попал прямо в лоб. И когда он согнулся, 9 пуля пустил на спину. Ну, готов к цели, не знаю. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, вот так кричали вот эти. А я смотрю на этого мальчика. Мой мальчик подтягивался от выстрелов. Даже, как сказать, вот мясо, мясо, запах мяса чувствовал. А целиком вообще не оставил места, чтобы целью обойму он закончил за моего мальчика. И я уже не себе была. Я на колени ссала и руки подняла и сказала сразу, стреляй мне тоже, брат, стреляй. Вот так брат он назвал их. Он говорит, что сейчас, и я вот так поднял руки, и он начал мне стрелять, и пуля мне пролетела так, что такой горячий пуля пролетел. И мне он сказал, я тебя убивать не буду, ты вот так должен сдохнуть. А я перевернула моего мальчика. Уже набрала силу. Там человек стоял около сорока. Там все, все вот эти казаки, русские, абхазцы, ну, армяне, все чеченцы, все смешаны. Я их всех посмотрела, пили так, что так шумно было. Я сразу перевернула моего сына, у него глазки разбежались. И у него пуля отсюда, с носа, везде, с руки, везде выскочила. И когда у него глазки разбежались, он еще дышал. Я как медик уже знала, моего мальчика уже нету, я начала кричать, кричать, тиши, мама, ну, кричи, тиши, все равно. Я открыла рот, положила на его губи, и последний вдох я проглотнула моего сына. Россия веками играла в этом регионе мира, на Кавказе в целом. Весьма позитивную, стабилизирующую роль. Была гарантом безопасности, сотрудничества и прогресса в этом регионе. Так было в прошлом, так будет и в будущем. Пусть никто даже не сомневается. Пусть никто не сомневается.